Ну что, друзья, решила вопрос с учительницей, вот, она сказала, что стало девочке плохо в классе в пятницу, Дамир это увидел, и, возможно, поэтому ему тоже стало плохо, и она его без вопросов отпустила, но когда ему стало плохо сегодня, она очень удивилась, и она говорит, что она хотела отправить его в медпункт, он не захотел, вот, и она посоветовалась со мной, что делать в следующий раз, попросила поговорить с ребёнком, вот, я с ним поговорила, в принципе, я уже рассказывала вам о чём, да, что, то есть, один пропущенный день не решат того факта, что в школу всё равно придётся ходить, и ему нравится ходить в школу, ему нравится учительница, ему нравится класс, дети, ему нравится то, чем они занимаются, и на переменах, и на уроках, он всегда выходит и рассказывает что-то новенькое, что-то ему понравилось, что-то ему было интересно на уроках, поэтому для меня непонятно совершенно такое поведение, почему он пропускает, документы съездили, сделали, Володя поехал по своим ещё делам, вот, я сейчас буду готовить суп и разбирать вещи в чемодане, вот, а по поводу Дамира ещё такого момента, мы договорились, что в следующий раз я не буду его забирать, если это не будет какая-то прям такая ситуация, что ребёнка сейчас прям вот вообще ему прям плохо, его стошнит, прям вот-вот, чтобы его отвели в следующий раз действительно в медпункт, и доктор решил, стоит ли ему продолжать заниматься дальше на занятиях, либо же ребёнка нужно везти в больницу, если везти в больницу, то не вопрос, я повезу в больницу, вот, врачам я доверяю, самолечением лучше не заниматься, я считаю, вот, по той причине, что, ну, я же и сама работала два года в больнице, постоянно общалась с врачами, и даже когда я сильно порезала палец, я обратилась к врачу, чтобы знать, что там ничего не нарушено, что там всё в порядке с сухожилием и так далее, вот, не нужен ли мне гипс на палец, вот, да, у нас вот знакомого мужчины была подобная ситуация, он порезал сильно палец, и ему накладывали гипс, вот, потому что он там что-то, то ли сухожилие какое-то порвал, порезал, что-то такое, вот, то есть я должна была знать, что всё нормально, нету никакого заражения, не нужно ли мне сделать какую-то прививку после этого пореза сильного, я должна была убедиться в том, что с моим пальцем всё нормально, к слову, с перевязками я ходила 7 недель с порезанным пальцем, вот, потому что порезала его очень сильно, значит, я сейчас буду готовить суп и разбирать вещи в чемодане, почему, вот, я об этом столько раз говорила, что нужно разобрать остатки вещей, которые остались на балконе после переезда, этого так и не сделала, потому что то я болела бронхитом 2 недели, то ребёнок на неделю заболел, я возле него сидела, вот, то мы поехали во Владивосток, то приехали, это самое, то вещи разбирала, ту часть, которая нам вот прямо сейчас нужна, то к школе готовились, то документы сдавали, подавали, ездили всё время, то медосмотр проходили, то ещё бегали, ездили там какие-то документы после, во время медосмотра, перед ним, после него, в общем, куча вот этих вот поездок, разъездов и так далее, из-за которых ты приходишь и хорошо бы просто дома убрать и приготовить поесть, вот, не то, что там, да, ещё что-то делать, что-то там колупаться, разбираться, вот, и в итоге у меня как минимум весь август и вот уже кусок сентября, просто где-то вот я всё время в каких-то делах, вот, и когда мы открыли чемодан, я просто поняла, что некоторые вещи просто испортились, вот, балкон не протекает, чемодан не стоял вплотную к стене на балконе, но почему-то, то ли там сыро очень, то ли не знаю, но низ чемодана был мокрый и, к сожалению, некоторые фотографии, некоторые грамоты, то есть некоторые вещи испорчены, вот, что-то совсем безнадёжно, что-то не безнадёжно, я сейчас буду перебирать, что испортишь, что нет, я уже пустила горькую слезу по этому поводу, вот, я уже 10 раз расстроилась, я до сих пор пребываю в подавленном состоянии, расстроенном из этой ситуации, Вова тоже и психанул, и расстроился, вот, по нему это было видно и пытался меня поддержать, вот, чтобы я так сильно не расстраивалась, в общем, вот такая халепа, вот такая жопа, вот, всё, побежала я готовить супец, побежала я, посмотрю, что можем ли ему что-то сделать по домашним заданиям, потому что уже второй раз домашние задания задают по тренировочным тетрадям, которые выдаёт учительница, так как Дамир не досиживает уроки до конца, то у него этих тренировочных тетрадей нет, и вся фигня в том, что если завтра он получит тренировочную тетрадь, то ему как минимум только по математике и по письму нужно будет сделать три домашних задания, вот, надо будет ещё окружающий мир с ним сделать, потому что поделку мы положили, тетрадь рабочую и учебник забыли положить с собой в школу, и поэтому он помогал на уроке девочки делать домашнее задание, домашнее задание они на уроке не доделали, это задание помогало делать девочке, вот, они на уроке его не доделали, и его задали доделать в домашку, то есть ему теперь придётся сейчас сесть и сделать его полностью, это задание, уже у себя в своей тетради, не доделать, а сделать полностью, мы будем сейчас этим заниматься, то есть у меня сейчас и суп приготовить, и что-то на второе приготовить, И чемоданом заняться, и домашки сделать, потом душ, и досматривать мульт. Я надеюсь, как-то так. Хотя уже время 14.37, и я пипец, какая капуша. Вот ребенок капуша, я капуша, вот. А муж у меня по-разному. Чаще всего он очень легкий и быстрый на подъем, скажем так, даже за счет того, что он мало всего. Ну, муж не надо, как девочки, накраситься, прическу сделать. Вещи там выгладить, там все такое, да? Вот, а мне надо вот, чтобы собраться, и мне, и себе рубашку погладить, и ребенку форму погладить. Легкий макияж нанести, волосы уложить. Потому что это будут кукушки на гнездо без укладки. Вот. Хотя все равно потом к концу дня там подобие кукушки на гнездо, но тем не менее. Для меня сам даже факт важен выйти из дома в нормальном виде. То есть, как уже я там буду выглядеть позже, это другой вопрос. Но выйти из дома в нормальном виде для меня имеет огромное значение, честно говоря. Дальше. Дальше. В общем, такие вот хозяйственные дела, ничего такого вот, чемодан, домашки, суп, что-то на второе. На второе, наверное, будет мясо. Я хочу приготовить мясо с картофелем, и я хочу во всю эту историю добавить сыр. Я хочу, чтобы во всем этом поплавился сырочек. И лучика еще хочу туда добавить. Мне кажется, это будут очень вкусные приправы. Вот. Фотографии покажу в инстаграме, как всегда. Как-то так вот, как-то так. И чемодан. В чемодане дофига всего там. Там даже свадебные фотки еще нужно будет перебрать. Столько всего там перебирать. Поэтому это я оставлю на пассажок, на самое, так сказать, на десерт, на самое вкусненькое. Вот оставлю эту часть моих домашних забот. Все, мои хорошие. Я погнала заниматься. Вот. Заранее хочу пожелать вам спокойной ночи. Беречь себя. И делать все своевременно. Не делайте, как я. Старайтесь, пусть это тяжело, но старайтесь разобрать при переезде сразу все вещи. Не оставляйте их нигде, ни на балконе, нигде, чтобы они у вас не испортились, как у меня. Берегите свои вещи. Берегите свою память. Почему я так говорю о памяти? Потому что у меня памяти не так уж и много. Памяти вещественные, материальные. Почему? Потому что память, которая есть в голове, в моих воспоминаниях, это одно. А память какая-то вещественная, ее у нас очень мало. По той причине, что мы переехали в другую страну. И мы же не можем с собой взять все. То есть, одна из моих подписчиц, Елена, когда-то сказала, что нашла на своей прабабушке очень красивое, по-моему, зеркальце. Вот. А я вот так не могу. Потому что дом моей прабабушки уже давно очень-очень-очень ветхий. И его уже давно продали. Вот. И я не могу, как в детстве, войти в ее дом и окунуться в ту атмосферу. Перебрать ее в столовое серебро. Посмотреть ее трюмо. Посмотреть ее вещи, фотографии. Просто потрогать дедушкину мисочку и помазок, видимо, прадедушкины, с которыми он брился. То есть, я не могу пройти в их летнюю кухню. Я не могу посмотреть на их старость с маленьким экраном, телевизор. Вот. Я не могу посмотреть на их кровати, на их одежду, что они раньше носили. Я не могу пройтись по огороду, к сараю и пофантазировать, что же они там могли хранить. Я не могу пройти на летнюю кухню и подумать о том, как же она готовила прабабушка когда-то на этой летней кухне. А может, и не готовила вовсе на ней. Может, она занималась чем-то другим там. Я не могу даже представить себе, как она ходила к колодцу с ведрами воды, чтобы набрать воды туда, как резвились ее пятеро детей, мои дедушки и бабушки в ее доме. Я не могу себе даже этого всего представить. Что-то додумывает моя фантазия. Что-то додумывает, что воспоминания какие-то есть. Что-то по фотографиям домыслила, представила себе, вообразила. Но, к сожалению, я не могу туда прийти теперь. И когда у тебя так мало вещей, которые хранят воспоминания, очень хочется сохранить хотя бы то, что есть. Старайтесь сохранить. Пускай ваши воспоминания живут и передаются вашим близким, вашим родственникам, вашим детям. С поколения в поколение. Все, что можно передать. Вот будет у меня когда-нибудь какая-нибудь там правнучка, праправнучка, и скажет, ох, уж эта баба Настя была такая, такая смешна, такая дурна бабуся. Вот, все. Спокойной ночи вам, хорошего дня. Спасибо, что были сегодня с нами, в этот понедельник. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok